СПОНСОР ТЕЛЕПРОЕКТА Когда вы ждете первенца, внимание мужа и родных к вам безраздельно. Муж окутывает заботой, пылинки своздувает. Вот малыш родился, подрос и снова две полоски. Семья ждет второго. С какими трудностями и особенностями семья столкнется на этот раз? Вы смотрите шоу для современных родителей «Мы справимся» и я Вика Андреева. Сегодня в выпуске. Беспокойная мама двоих детей Рамиля о ревности сына к дочке. Кого любить больше? Он мой помощник, да, он постоянно. Я стараюсь не заставлять Рената, чтобы он там сидит, не колет, потому что он тоже ребенок. Психолог Диляра Чикидова отменяет бои без правил между детьми. За маминой любовь происходят все битвы и драки в том числе. Если одного пола, еще погодки. Если одного пола, это сложнее. Людмила Московских. Кинолог расскажет о самых послушных детях. Собаках. Характеры так же, как у людей разные, темпераменты разные. Но со всем этим можно жить. Как порадовать малыша, что купить для его возраста и правильного развития. И как не потеряться в многообразии игрушек в рубрике «Сказка для малышей». У моей подруги двое погодок. И часто их отношения напоминают мне войнушку. Стычки, ссоры и даже бои без правил. Подруга часто вздыхает и говорит, что вовремя не подготовила братика к появлению сестренки. А как у вас было со вторым? Старший ребенок была достаточно маленькой, когда мы приняли решение заводить второго ребенка. Но ей, конечно же, рассказывали о том, что у нее появится малыш, о том, что у нее появится братик. Что она его будет любить, мы все вместе будем играть. И она, в принципе, достаточно комфортно отнеслась к появлению младшего сына. Младшая родилась, когда ей было 14. И для нее это был очень такой эмоциональный опыт. Она сказала даже однажды, что это бы ты появилась, ты у меня на глазах. И это как будто бы у нее прямо такое вдохновение. Она так любит ее. Ей было тогда 9 лет, по-моему, примерно. И она очень-очень ждала сестренку. То есть она думала, что вот, сколько-то дней осталось. Сегодня осталось сколько-то дней. На завтрашний день точно так же. То есть она ждала очень-очень сильно. А когда она родилась, младшая сестренка, она поняла, что с этим ребенком она играть не будет. То есть у них будут другие интересы. То есть разница в возрасте такая большая. Сын с самого начала очень ждал. И очень просил себе братика или сестренку. И очень был рад, когда дочь появилась. Очень помогал. Глобальной какой-то нет. Но такая может быть мелкая ревность, конечно, есть. Когда ты там обнимаешься с одним ребенком, подбегает сразу же второй. Понятно, что ей нужно или ему нужно внимание. То есть здесь уже, скажем, не отвертишься. Потому что об их детей любишь одинаково, в принципе. И реакция их понятна. Я бы не сказала, что прям ревностна. Она сама по себе самостоятельная девочка. И поэтому прям такой ревности, что-то такое, конфликтов и ничего такого не было. Мой материнский инстинкт ограждал кота от ребенка. Он это почувствовал. И был такой момент, что ребенок подползает к коту, и он со всей силы лапа ему по лицу. И в тот момент я поняла, что как бы все, не сложится у нас. Вообще не пришлось кота отдать. У меня есть старшая сестра, младший брат и наша кошка Ханя. У нас полная семья. Я счастлива в этой семье. Мне хорошо. Ну, мы как-то вдвоем время проводим. Вот втроем уже сейчас. Поэтому особо у меня нету, например. Не знаю. Мне хватает внимания. Я не скажу, что совсем не было ревности. Мы старались с мужем уделять внимание больше старшему, пока ребеночек второй маленький. Потому что, чтобы его не обидеть, чтобы у него не было ревности. Но я заметила, что да, есть такое немножко проявление, что ему тоже хочется побольше внимания. Особенно вот это даже стало проявляться сейчас с появлением третьего ребенка. Хотя они очень дружные, они очень следят за братиком, очень мне помогают и очень его ждали. Вообще не ревнует. Хотя, когда вот второй ребенок у меня родился, старшая же была единственным ребенком. И она была очень избалованной. Когда вот Давид родился, наверное, там было немножко. Вот она осталась без стопроцентного внимания, наверное, тогда была. А когда вот появилась Лиза, уже третий ребенок, тогда уже все стерлось. Уже никто никому не должен. И все расслабились. Поэтому много детей в семье только на пользу. Родители, которые осознанно запланировали второго, часто переживают, как к нему отнесется их первенец. Ведь даже если ребенок рос в любящей, заботливой семье, ревность между братом и сестрой или братом и братом, она неизбежна. Какие слова найти для старшего ребенка, расскажет наша первая гостья Рамиля Сорокина. Рамиля Сорокина, любящая мама двоих детей. Ренату старшему 9 лет, а маленькая Николь, нет еще и годика. Рамиля начала беспокоиться о возможной ревности первого ребенка, уже будучи беременной вторым. Рамиля, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам поделиться своим опытом. Мы прочитали ваш пост в вашем блоге и удивились, что действительно есть такая проблема. Конечно, я тоже очень переживала, когда я узнала, что я беременна, как отреагирует мой сын. Мне бы не хотелось, чтобы он чувствовал себя обделенным, ведь он тоже мой ребенок. Я его заранее подготавливала к рождению дочери. Я рассказывала ему, как я с ним время проводила, когда он был маленький. Фотографии показывали, когда он был совсем крошкой? Нет, не фотографии показывала, а просто как мы с ним проводили время, что мы делали, как он развивался. Я его готовила к тому, что он старший брат. Ренат, поделись, пожалуйста, когда мама была в положении, ты ждал сестричку? Я очень не хотел мальчика, но потом появилась девочка. А как ты сейчас к Николе относишься? Помогаешь маме? Да, я помогаю маме и отношусь к Николе очень хорошо. Он мой помощник, да, он постоянно. Я стараюсь не заставлять Рената, чтобы он сидит с Николей, потому что он тоже ребенок, и я не хочу его нагружать. Я считаю, что это лично мое мнение, нельзя так делать. То есть ты посиди с ребенком, у него свое детство, которое не должно как-то... Никто не смеет отнять, даже маму. Да, конечно. Поэтому есть такие дни у нас, это я заранее уже продумала, такие дни, когда я, мой муж и Ренат, мы, допустим, Николе даем бабушке и... На целый день? Ну, не на целый день, так как я кормлю грудью, и я не могу надолго различаться с дочерью. И мы проводим время только исключительно вот со старшим ребенком. И так. О, здорово. А что вы делаете, Ренат, расскажи, в эти дни? С мамой гуляем. Очень хорошо проводим время вместе. А куда ходите? На фонтан, в кино, на мастер-классы. Вау! Да, в кафе ходим. В общем, проводим время со старшим ребенком. Вот. Я также, допустим, когда занимаюсь дочерью, обнимаю ее, там, целую, стараюсь тоже Ренату уделять всегда время. Я знаю, что опыт, когда в семье два ребенка, было у вас. У вас младшая сестра. И разница у вас небольшая. Да, у нас разница, все верно, три года. И вот как раз-таки в нашей семье, когда я еще была маленькая, чувствовалось вот этот момент, что немножко больше уделялось времени моей сестре. И все, все доставалось ей больше. Младшая сестренка. Да. Была ревность какая-то? У меня, скорее всего, была ревность. Сейчас нет такого, но я это ощущала, да. Дрались, наверное, да? Было и такое. Да, ну, наверное, это большинство семей такие. Конечно, это нормально. Да, чтобы вот у моих детей была какая-то ревность между собой. Вот сейчас появилась Николь. Как ты относишься, когда она плачет, капризничает? Я ее успокаиваю. Да? А как? Тебе позволяют ее на ручки взять? Да, я умею. О, наверное, и подгузники менять умеешь? Нет. Это исключительно мама и папа делают. Для меня важно, что именно вот он сам изъявляет такое желание, не то, что я его заставляю. Такого нет у нас. Вот в тот день, когда Николь появилась у вас дома, что вы сказали, что вы, может быть, подарили Ренату? Нет, такого не было. Я знаю, я слышала об этом, что такой ритуал у многих в семьях есть, но у нас такого не было. Ну, мне просто кажется, что это когда старший ребенок чуть помладше, чем Ренат. Ренат уже довольно взрослый. А что ты почувствовала, когда вот Николь впервые домой принесли? Удивился? Да, я удивилась очень сильно. Всегда прошу ее на ручки брать. Она же такая маленькая, да, была? А хочешь еще братика или сестренку? Двоих мальчиков. Ого! Чтобы на каждого был один ребенок. Ой, нет, это слишком много. Ну, смотрите. Спасибо большое, Ремиля, что поделились своим опытом и историей. Спасибо вам. Известно, что малыш смотрит на мир глазами своих родителей. И в наших силах показать ему, насколько он прекрасен и удивительен. Как с помощью звуков, визуальных образов и тактильных ощущений. Все это может сочетать в себе игрушка. О них наш следующий сюжет. Сегодня молодым и даже уже опытным родителям бывает очень сложно подобрать развивающие игрушки для малыша среди столь широкого ассортимента. Но если разобраться, сами по себе игрушки не представляют никакой ценности для малыша без участия взрослого. Потому что если в игре не участвует взрослый, она не несет никакой полезности для него. Например, вот такая погремушка предназначена не чтобы просто ею греметь. Она развивает слуховые и зрительные восприятия. А потому она должна быть удобной, яркой и интересной для малыша. После 3-4 месяцев малыш уже не просто рассматривает игрушки, а взаимодействует с ними. В этом возрасте все еще актуальны погремушки, но уже более интересные и комбинированные варианты. Они должны сочетать в себе разные фактуры, быть пищащими, шуршащими, иметь даже грызунки и оставаться такими же интересными для малыша. Самое главное, они развивают уже несколько органов чувств. Это зрение, осязание и, конечно же, таксильное восприятие. Что подойдет еще для этого возраста? Развивающий коврик с различными интересными игрушками для малыша разных фактур и цветов. Рельефные мячики. Деревянные бусы, которые можно хватать, щупать и трясти. Звучащие игрушки небольшого размера, которые помещаются у малыша в маленьких ручках. И различные интерактивные игрушки со звуками разных животных, песенок и сказок. После шести месяцев для ребенка открываются новые возможности, ведь он уже научился сидеть, а значит пора предлагать ему более сложные игрушки. В этом возрасте малышу можно уже предлагать развивающие пирамидки, кубики, юлу и музыкальные игрушки. Давайте подведем итоги. До года малыш активно развивается, но всегда стоит помнить, что даже самая правильно подобранная игрушка не является залогом успешной игры. Самое главное, чтобы в игре принимали участие любимые мамочка и папочка. Так что будьте рядом и помогайте своему малышу исследовать этот прекрасный мир. Детские психологи доказали, что оптимальная разница в возрасте первого и второго ребенка составляет 4 года. Именно в этом возрасте малыш уже довольно сознателен и может адекватно воспринять появление в доме младенца. С точки зрения психологов, меньшая и большая разница в возрасте может стать причиной проблем в семье. Каких узнаем у нашего эксперта. Диляра Ческидова психолог-психотерапевт, а также мама двоих дочерей. Как строить гармоничные отношения между детьми, Диляра изучила на своей практике. Диляра, какие проблемы в семье могут возникнуть, если ребенок появился сразу же следом за первым? Первый момент, который возникает, то есть до этого первый ребенок был единственным. Статус в семье у него единственный. А когда появляется второй ребенок, у него статус меняется на старшего. И это тоже очень сложно переживается. Есть такой термин, называется детронизация. Буквально трон. То есть ребенка как будто бы смещают с трона, потому что если раньше ему ничего не нужно было делать, чтобы получать внимание, любовь, ласку, это все было естественно, потому что он был единственным. Да, если это первый, долгожданный внук, он становится кумиром всей семьи. Он может становиться кумиром всей семьи, могут быть ожидания от него также. Но когда появляется второй ребенок, то тогда этому ребенку нужно пережить вот эту детронизацию, нужно пережить сложные эмоциональные проблемы, потому что он перестает быть единственным. Ему нужно как-то встраивать это в свою систему, в свою систему мира, потому что раньше никого не было. А как это будет проявляться? Это может проявляться по-разному. Если все проходит успешно, то такие старшие братья или сестры становятся такими опекунами больше, такими помощниками. Если что-то идет не так, ну, например, что может пойти не так? Когда к ребенку действительно предъявляются какие-то требования завышенные, ну, ты теперь старший, ты должен, ты обязан. Его награждают обязанностями, но забывают про права, потому что есть иерархия. Любая семейная система и семья, она иерархична. То есть те, кто приходит старше, они имеют больше прав. А зачастую у нас как? Ну, ты старший, ты обязан, ты поделись, ты должен, ты вот присмотри. А о правах забывают, да. И тогда такой ребенок оказывается, конечно, в дефиците. То есть у него много обязанностей, но не возникает прав. Поэтому здесь совет какой? Здесь добавлять ребенку прав. То есть если он старше, то он имеет все равно какие-то права, а чуть больше, чем младше, например. Либо ему могут рассказывать, как прекрасно иметь брата или сестру, как он с ним будет играть. И это такие тоже неоправданные ожидания у ребенка, потому что с младенцем играть невозможно. То есть он представляет одну картину, что он сейчас придет, и тут будет ему какой-то там друг. Дети же, помните, часто говорят, ой, я хочу братика или сестричку, да, потому что с ними можно играть, да. Они представляют партнера по играм. Но на самом деле нужно прям пояснять ребенку, а еще лучше можно с ним сесть, со старшим ребенком, и начать рассматривать фотографии, когда он был тоже младенцем. А, рассказать, как он родился. И рассказывать, да, что с младенцем они не очень приспособлены для игры. Они вообще не очень контакту приспособлены, да, и поэтому какое-то время потребуется, чтобы с ним начать взаимодействовать, чтобы не было вот такого разочарования. Вот такие моменты действуют. А что делать, если вот дети погодки? Вот он же еще не понимает. Да, не понимает. Вообще говорят, что, конечно, не самый благоприятный возраст, это вот как раз разница чуть меньше трех или там три года. Вот если она шесть-семь, уже более-менее адекватно, да. В этом случае что нужно делать? Нужно уделять, постараться, конечно, тут мы все-таки жизнь живем, да, то есть в разные бывают ситуации, но постараться, чтобы у каждого ребенка было свое время. Тогда они будут меньше конкурировать за внимание, за любовь. То есть есть, не знаю, хотя бы там 15-20 полчаса для тебя, и есть 15-20 только с тобой. А сможет ли скомпенсировать муж? Сможет, сможет, если он... А бабушка? Приходит. Но, конечно, смотря какой возраст, потому что в раннем возрасте все-таки первичный объект – это мама. Мама играет большую роль, и за мамину любовь происходят все битвы, и драки в том числе, да. Если одного пола, еще погодки. Если одного пола, это сложнее, правда, потому что это имеет место быть. Разнополые тоже, потому что до трех лет еще ребенок не очень понимает свою гендерную идентичность, то есть кто он, мальчик, девочка. Да, там тоже могут быть какие-то смешения. Но если одного пола туда, то там сложнее происходит. А что, если разница между первым и вторым ребенком, наоборот, очень большая? 10, 20, я даже слышала, что есть разница в 28 лет. Здорово. Но тут появляется такой момент, что у них нет общих точек соприкосновения, потому что по статусу они будут единственными. То есть вот этот ребенок рос единственным. У него очень долго не было никаких конкурентов, никого рядом, да. И этот ребенок также будет единственным. Поэтому как у единственного, у них может быть эгоцентризм. Понятно, что все как будто бы должно быть для меня. Они просто будут забывать о существовании второго. У них не будет вот этих точек, потому что у этого возраста, допустим, свои задачи, да, подросткового возраста или там уже какой-нибудь старшего подросткового возраста, там 18-20 лет. А у этого возраста свои задачи, они совсем не пересекаются. И тогда здесь задача родителей создать общее поле какое-то, общее поле семьи. Диляра, вы говорите от своего опыта. Я говорю от своего опыта, потому что у меня у самой разницы в дочери в 10 лет. И это достаточно, ну так, мне приходилось создавать искусственно даже, да, какие-то... А что именно? Придите, например. Ну, иногда можно прям вовлекать старшего ребенка, как я делала свою старшую дочь, в решение задач, например, младшей, помощи младшей, в передаче опыта. Очень хорошо работает, когда вы прям говорите своему старшему ребенку, что, слушай, ну вот поделись, у тебя же как-то это было, расскажи, как это было. Например, как... Например, половое созревание. Да, как вы с мальчиками, вот как ты с мальчиками, расскажи своей сестре. И она рассказывала, и такое передача опыта. С одной стороны, вы подчеркиваете статус старшего, с другой стороны, вы вовлекаете эмоционально. Это очень важно. Не просто делами какими-то по дому, а именно эмоционально вовлекаете ребенка в то, чтобы он поучаствовал в становлении младшего, например. Последний вопрос, получается, какие вот конкретно ритуалы, какие способы есть к подготовке второго к первому? Здесь очень важна родительская... Точнее, извините, первенца к второму. Я тоже так думаю. Важна родительская позиция. Вот проводились исследования, когда брали детишек от 4 до 9, по-моему, лет, и одни переживали очень хорошо этот кризис, ну, то есть спокойно, а другие негативно. И в чем разница? Разница в родительской позиции. Родители, которые воспринимают появление второго ребенка как ситуацию дефицита, ситуацию потери, в том смысле, что старший будет сейчас терять внимание, любовь, они бессознательно испытывают вину перед этим ребенком и начинают либо раздражаться, либо жалеть его и как-то компенсировать, стараться все время компенсировать эту утрату. И эти негативные переживания отражаются на ребенке. А другая группа родителей, те, которые, ну, как-то смогли адаптировать, да, первого ребенка, они, наоборот, воспринимали ситуацию появления второго как возможности, как возможности приобретения нового статуса для старшего ребенка. И это принципиально разные позиции. Мы либо смотрим в дефицит, либо мы смотрим в ресурсы, да. И тогда вот здесь они вовлекали как раз-таки этого ребенка. С ребенком можно ходить прям по магазинам, говорить там, давай выберем, какой тебе нравится там цвет, вот там картину для комнаты, еще что-то. Прямо вовлекать его в это, да. Тиляра, а что насчет мужа? Он тоже, наверное, страдает, когда следом появляется второй? Есть такой момент, что мужья начинают страдать, потому что меньше внимания действительно ему уделяется. Но тут очень важна вот такая взрослая позиция, да, понимание того, что вы как партнеры, вы вместе, вы система и вы семья. Вообще, мужчина на первоначальном этапе, особенно когда ребенок маленький, он нужен больше женщине, нежели ребенку. Да, потому что женщина вовлечена полностью, эмоционально растворена в ребенке, и ей просто нужна помощь. Помощь мужчины и мужа в том числе. Если муж понимает эту позицию, принимает, то это прекрасные тандемы, здоровые дети, и хороший брак, хорошее супружество. Что если нет? Если нет, ну тогда есть семейные психологи. С ними тоже можно общаться. Да, надо обращаться, ребят. Спасибо большое, Диляра. Спасибо вам. А мы продолжаем. Жизнь с новорожденным. Испытание для молодых родителей. Как сохранить уравновешенность? Давайте посмотрим наши лайфхаки и, возможно, там подчеркнем идеи. Всем привет. Меня зовут Саина. Я покажу вам, как сделать простую развивашку из подручных предметов. Нам понадобятся любые картинки. Я вырезала их из старых журналов. А еще лучше нарисовать их самим. Отлично подойдут изображения животных или любимых героев. Для основы взяла коробку из-под конфет. Картинки с помощью ножниц отрезать пополам и приклеить половинки на противоположные стороны друг от друга. Детям постарше можно усложнить количеством половинок или добавить схожие картинки. Развивашку делайте вместе с детьми, ведь вырезать и клеить им будет очень интересно. Первый вариант будет такой. Рядом с каждой половинкой картинки прикрепить канцелярскую кнопку. Важно, чтобы у кнопки была ручка. Ребенок будет с помощью веревки или нитки соединять картинки парами. Для этого может подойти обычная канцелярская резинка. Сложность в том, что веревка и резинка тяжело крепятся к кнопке. Нужно приложить усилие и приноровиться. Для второго варианта нужен скотч и маркер для белой доски. Скотчем заклеить всю поверхность основы и можно смело рисовать маркером. И также с легкостью его можно стирать. Игра идеально подойдет для развития мелкой моторики. Смотрите, как старательно выполняет задание мой ребенок. Удачи малышам и терпения их родителям. Всем спасибо за внимание. Сейчас все больше молодых семейных пар готовят себя к пополнению осознанно. И часто так бывает, что первым в семью приходит питомец. Маленький котенок или щенок. Это отличный способ проверить себя, насколько ты ответственный и заботливый родитель. порепетировать. Так было и у меня с мужем. Мы взяли сначала нашего пса Чубакки Рокки Бальбоа Андреева. И, кстати, он был в шоке, когда в доме вдруг появился малыш. Нужно ли готовить питомца к появлению малыша в доме? Узнаем у кинолога. Людмила Николаевна Московских кинолог, лицензированный инструктор-дрессировщик с 20-летним стажем. Она, как никто, знает, что чувствует собака, когда в доме появляется малыш. Людмила, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня пришли. И не одна. Познакомьте нас. Это немецкая овчарка. Зовут ее Флоришаль Парабель. Дома ее зовут Берри. Ей два года. Ой, 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 ой. Заволновался. Да. Как готовить питомца к появлению малыша? Прежде всего, я должна начать с того, что собачку в любом случае, будет малыш, не будет малыш, нужно воспитывать и правильно воспитывать сразу же с самого начала появления щенка. Тогда у вас жизнь будет без проблем, у вас будет хороший друг, компаньон, охранник, просто собачка для игр, для движений. Если же вы просто собачку залюбливаете, залюбливаете, потому что там маленький щеночек, хочется потискать, попустить на кроватку и все прочее. Потом собака вырастает, хозяину уже это не нравится, а обратно, когда собака не понимает, что нельзя этого делать. Хочется? Пожалуйста. Вы живете так, как вам хочется. Но собачку пускаем на постель, только если вы ее позвали. Не она сама залезла, а позвали вы. Заходит на кухню, если вы ее позвали, а не она захотела ее, прибежала, залезла на стол или еще что-то. То есть, должны быть правила ограничения и конкретные рамки дозволенного. Что у детей при воспитании, что у собак. Тогда они понимают, как мы живем, тогда вам без проблем с ними жить и говорят даже более счастливы, что собаки, что дети. Когда вот есть конкретные правила. Берри, на меня. На косметику. Да. Молодец. На меня. Да. Молодец. А работают вот эти приемы с детьми, получается? Однозначно. Собаки и дети практически одинаковы. просто эти не разговаривают. Ну, а ребятишки, естественно, еще разговаривают. Тоже где-то. Вообще на всех людей работает. А на мужей, и на жен, на всех работает. Это психология. Мы все живые существа, как бы, и достаточно психологии очень сильно похожи. Просто тут еще инстинкты преобладают. Это животные, у них свои инстинкты. У них нет логических цепочек. То есть, сегодня мне не дали колбаску, завтра я пойду тебя укусу за это. У них этого нет. Людмила, давайте вернемся все-таки, как подготовить питомца, который был такой, знаете, первенцем. Ну, ребеночек в семье. Завели питомца в молодой семье. Он обозначает, как бы, ребеночек. Мы с ним уси-пу-си милуемся. Очень много внимания уделяем собачке. Но тут у нас появляется малыш, и все внимание малышу. Чтобы собаке это не было как снег на голову, и вам в том числе, мы готовим собаку заранее. Любое изменение ситуации в семье это стресс. Даже купили вестиральную машинку или шкаф поставили для собаки, это уже стресс, что-то новенькое. Поэтому мы заранее приобретаем кроватку, коляску, ставим на то место, где она будет стоять. Собачка должна к этому привыкнуть. Если собака имела доступ в эту комнату заходить без проблем и залазить на кровать, доступ в эту комнату закрывается. Все. Туда нет, только по приглашению. На кровать, тем более, не лазим. Это элементарная гигиена. Там будет лежать ребенок, зачем там собака. Вот. И выстраивайте потихонечку, потихонечку. Если собаке уделялось очень много внимания, игр, прямо любви, кусочков со стола, это прекращается постепенно. То есть, все игры мы выносим на улицу, дома периодически поглаживаем, да, молодец, хорошо, но не так, что мы прям постоянно заняты собаками. Люди, которые погружаются в собаку, собака им постоянно приносит игрушки дома, постоянно навязывает свое поведение. Они говорят, ну, как я могу от нее отстать? Она же предлагает мне игру, я говорю, она вам навязывает. Вы принимаете решение играть с ней или не играть, или отправить на место. Когда появляется ребенок, все внимание ребенку. Вот еще большая ошибка людей, что они про собаку в этот момент забывают и задвигают. Да. Питомец был любимый, питомец получал много внимания, много любви, ласки, игр, а тут раз, и все прекратилось. Собака уходит в стресс, этот стресс накапливается внутри. А как он может проявляться? Как отследить? Она может забиваться в угол. Она может ходить недовольно, она может начать рычать, она может стать более назойливой, то есть по-разному проявляться. А может ли цапнуть ребенка? Может, может. Вот поэтому вы должны собаку подготовить. Общаться с собак один на один ребенка никогда не оставляем. Никогда. Вы контролируете этот процесс, потому что, еще раз говорю, это животные, у них инстинкты. Ребенок заплакал, она просто от любопытства прыгнет, и не дай бух, лапой наступит и что-нибудь повредит. Вот поэтому любое общение с ребенком при вас, как мы собачку готовим, привезли ребенка как бы с роддома. Желательно вообще внизу встретить, вот внизу. Папа взял собаку, пошел гулять, или вот вы все вместе приехали, мама с ребеночком в машине осталась, папа взял, пошел прогулять, чтобы для собаки это не было измененной ситуации жестко. погулял минут 10-15, подошел к машине, вышла мама, папа на поводке, малейшая, резкий рвок, ну конечно, маме желательно сейчас без ребеночка выйти, потому что собака долго не видела, мама для нее это тоже стресс, типа, как это была, была, раз пропала, тут раз и появилась. Вышла, две минутки уделила собачке внимание, а потом мы выносим ребеночка на поводке. У собаки что будет в желании? Резко прыгнуть, что это такое? Резконосом, да, резконосом вот так вот ударить, папа в этот момент одергивает, то есть покажет, нет, показывает, что так не пойдет дело. И если собачка аккуратненько носом потянулась, мы ей даем понюхать. Говорим, да, молодец, и вкусняшку. То есть правильное поведение мы поощряем, неправильное мы тут же корректируем. По-другому не получится. Приходите в дом, в комнату ребенка доступа нет. И периодически потихонечку с собачкой идем гулять, папа с собачкой, мама с ребеночком. То есть вот колясочка, собачка на коляску смотрит, то что-то там запищала, посмотрела, хорошо, молодец, пошли дальше. Где-то через недельку начинаем уже с ребенком знакомить. Берем ребенка на руки и вот так слегка прикрывая рукой, чтобы собака, не дай бог, там резкие движения. У нее же какое желание? Быстрее-быстрее подойти, быстрее-быстрее носом там поправить, понюхать, чтобы собачка подошла аккуратно. Аккуратно подошла, мы раз ножку приоткрыли, раз больше приоткрыли, то есть чтобы она понюхала, там лизнула. Естественно, не лицо сначала вообще никак. Ага, только ножку, понятно. Малейшим, прям телом надавливает, пытается ближе подойти, нет, аккуратно, нет. То есть вы объясняете правила поведения. Постепенно, постепенно собака привыкает, что это такой же человек, которого надо оберегать и не лезть сверху, да, и начинает уважительно относиться, очень аккуратно относиться. Если же вы привезли ребенка и сразу началась суета, движуха, вау, маленький, собака, кыш отсюда, что большинство, начинает кричать, потому что собака под ногами, начинает ее отпинывать, постоянно на нее цикать, и собака уходит еще в больший стресс. И вот этот стресс потом неизвестно, чем аукнется. Кто-то начинает уходить в аллергию даже, начинает чесаться, нервничать от нервов. У всех по-разному проявляется. Понятно. Но правильно вести собаку в появление малыша вообще без проблем. И тогда вот есть же умилительные видео, где собака нянчит малыша. Да, да, и мои собаки нянчили, но мои собаки четко знали, что все должно быть очень аккуратно. Нельзя туда морду в коляску запихать и положить на ребенка. Лапой. Нельзя лапой залезть, нельзя прикусить, ничего нельзя. Ну и когда ребенок пополз, естественно, это все было под контролем. Все эти, на всех этих видео собаки четко знают правила поведения. Конечно, они четко знают правила поведения. Потому что та собака, которая не знает, она творит чудеса. Что хочет, творит. А от породы зависит? От породы зависит только темперамент. То есть есть более темпераментные халеричные собаки, им очень сложно сидеть на месте, они везде свои лапы пихают, морду и все прочее. Такую собачку успокоить и остановить сложнее. Есть более очень спокойные породы. То есть вот она медленно подошла, она медленно посмотрела, медленно мордочку положила. С такими будет чуть попроще. Но, в принципе, тут только не от породы зависит, а именно от того, как человек с собакой взаимодействует. Характеры так же, как у людей разные, темпераменты разные. Но со всем этим можно жить. А вот эти вот бойцовские породы? И эти собаки тоже могут быть хорошими няньками и хорошо относиться к детям. Это просто нужно правильно воспитывать собаку. Ну и, естественно, понимать, что у вас в руках. Собака, естественно, должна быть здоровая. То есть какие-то отклонения по здоровью, генетические или психические, это, ну, единичный случай буквально. И человек должен прекрасно понимать и знать, что у него в руках. Если такое, то, конечно, такой собаке мы ребенка не допускаем. Ясно. А у вас сколько детей? Один. Один. И когда он пополз, во сколько собак было дома? Когда он появился, у меня было две собаки дома. Естественно, собаки сразу понимали, что все, это мое, и надо так же оберегать, как и меня. Они были шикарными няньками. Воспитанная собака – это удовольствие. Невоспитанная собака – это ураган. Это катастрофа. Тихо. Нет. Нет. Какая. Говорит, мама, пошли. Говорит, все, хватит. Да, все. Параболь. Ну, все. Рядом. Рядом. Ну, все, уже не терпится выйти на улицу, Берри. Спасибо. Отпускаем вас. Спасибо большое, Людмила, что были с нами. Спасибо вам за приглашение. Все, пока, Берри. Сегодня мы узнали, как подготовиться к появлению второго ребенка. Послушали опыты родителей, поговорили с психологом и даже питомцев не забыли. И если вдруг у вас ожидается пополнение, я знаю точно, вы справитесь. Пока-пока. Уникальный дизайн, высокое качество, комфорт и выбор, уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Хэппи Бэби. Ждем вас в торговом центре Урасаму, третий этаж. Ищите, где качественнее и необычнее провести время? Я вам подскажу. Лофт. Это не просто фотостудия. А еще в Лофте можно устроить батл на игровых приставках. Девишний день рождения или на столке с друзьями. Все это Лофт. Устроить кинопремьеру или посмотреть любимые фильмы на пятиметровом экране с качественным звуком. И все это в Лофте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин